Интересно, что в Новом Завете, в Евангелии, есть еще одно число, но оно почему-то как-то людей не волнует. В 4 Евангелии, в 21 главе, ученики, помните, там рассказывают, они ловили рыбу всю ночь, ничего не поймали, и видели Иисуса, который стоял на берегу, же воскресшего Господа, он велел им закинуть сети с правой стороны, они закинули и поймали огромное количество рыб, очень крупных, еле-еле вытащили на берег, и рыб было 153. Вот эта цифра людей не волнует, а ученых волнует. То есть они тоже пытались расшифровать, что значит 153. То якобы, может быть, это количество всех людей на земле, имейте в виду не 153 человека, а 153 народа, но вообще-то в Библии традиционно считается, что полнота народов на земле 70. 153 никак не подходят. Что только с этим числом 153 не делали, и складывали их вместе, 1 плюс 5 плюс 3, и делили, и вычитали, и возводили в куб, и в квадрат, и извлекали корень, чего только не делали. Вот ничего не получается. Нет, просто надо признать, что правда было 153 рыбы. И ничего больше. Никакого сакрального смысла. И никакого сакрального смысла, что такое 153 рыбы. Ну, 153 рыбы. Могло быть 152, тем более, что Иисус уже на берегу жарил рыбу. И Он велел принести еще из этих пойманных еще несколько штук. Так что тут уж ничего не делаешь. Но есть еще одна интересная вещь с цифрами. В том же самом апокалипсисе говорится о тех, которые были запечатлены Христовым знаком. То есть люди предназначены для спасения. Перечисляются сначала племена Израиля, 12. И из каждого сказано, что спасено 12 тысяч. Итак, 12 племен на 12 тысяч, 144 тысячи. Была бы ошибка считать, что будет спасено 144. Это символическое значение этого числа. Дело в том, что 12 – это полнота. Вы знаете, это еще в древности полнота. Поэтому 12 патриархов, родоначальников народа Израиля. 12 апостолов. Это очень важное число. То есть это полнота. Когда люди хотят сказать о чем то, что это полнота, то вот 12. 12. Если мы это 12 возведем в квадрат, да еще умножим на тысячу, то это полнота, полноты, полнота. Абсолютная полнота. Поэтому здесь нельзя искать настоящее число. Здесь сказано, что это огромное число народа. 144 тысячи – это огромное число. Огромное, огромное число, да. Тем более 144 тысячи будет и в 14 главе. Вот стоит барашек на горе Сионис. Ну, 144 тысячи тех, у кого на лбу написано его имя и имя отца его. А там, где первый раз упоминается, там сначала сказано о 144 тысячах народа Израиля. А потом, и еще я посмотрел, имеется в виду, тайно-заветик, и увидел, стоит огромная толпа, который не сосчитать. То есть не только народ Израиля, но и остальные. И там просто сказано, их даже не сосчитать. Так что и 144 тысячи – это тоже число, которое не сосчитать. Это огромное число. Это полнота, это та полнота людей, предназначенных для спасения, которые Бог избрал для себя, избрал для спасения. Но я хотела бы привести в качестве примера еще один пример гематрии. Причем это в самом начале. Это в Евангелии от Матфея. Вы помните родоначальная таблица предков Иисуса? Он сын, ну понятно, потомок, в древности сын, потомок Давида и Авраама. Но на первом месте стоит Давид. Для Евангелия от Матфея очень важно то, что Иисус – потомок Давида. Потому что только истинный царь исполняется то пророчество, что потомок Давида сядет на престоле Давида. И надо показать, что Иисус – действительно потомок Давида. Поэтому и в Евангелии от Луки он рождается, хотя семейство живет в Назарете, но они отправляются в Вифлеем, чтобы исполнилось пророчество. Но вернемся все-таки к Евангелию от Матфея. Помните, там идут перечисления предков Иисуса. Они разделены, там три раздела. И каждый раз сказано, что 14. На самом деле от Иосифа, так сказать, отца, юридического отца Иисуса, это самое важное, не столько важно биологическое, сколько юридическое родство. До Давида, конечно, гораздо больше, чем это количество людей. Но Матфей выбирает определенные имена из этой генеалогической таблицы. И каждый раз по 14. 14, 14. К сожалению, последние 13. Но мы до сих пор не знаем, то ли сам Евангелист где-то ошибся, то ли кто-то из переписчиков самых-самых древних не почитал. Но, во всяком случае, я помню, что я пальчиком считала, всегда получается 13, потом я читала массу комментариев, и все комментарии указывают, что правда 13, хотя сам Евангелист говорит 14. Загадка. Так вот, что такое 14? Просто так 14 или что это значит? Вот на этот раз нам поможет днематрия, потому что мы знаем, кто имеется в виду под 14. 14 – это закодированное имя царя Давида, потому что для Матфея очень важно, что Иисус – потомок, сын Давида. И 14 – это его имя в одном из написаний. Дело в том, что в те времена, в общем, по-разному писались имена. Вот 14 – это имя Давида. Поэтому с первой же страницы Евангелия, но мы там многие не понимаем этого, мы просто читаем, что он потомок Давида и потомок Авраама, но человек, который в этом более-менее разбирается, он видит – да, вот он потомок Давида, он потомок Давида, он потомок Давида, потому что число вот этих потомков три раза по 14. Да. Ну так вот. Вот что означают цифры, когда ты знаешь имя. Когда знаешь имя, тогда легко. А будь там, например, 16, то мы бы не смогли восстановить, кто это. Мы могли бы гадать, нести всякую чушь, извините, но не смогли бы. Здесь легко, да. И то, я говорю о том, что подавляющее большинство, которое не знает таких реалий и не читало комментариев, хороших, больших комментариев, так и не знает, что значит здесь 14. Ну просто даже не обратит внимания. Согласен с вами. Рассчитываю-то. 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 Продолжение следует...